Уважаемые друзья, это семья под номером 4 у меня. Здесь я произвел такие работы. Забрал матку, поставил маточник в первый корпус. Эта матка вывелась. И через определенное время она спарилась и стала класть яйца. У меня стоит разделительная решетка. И во второй корпус я пустил назад ту же самую старую матку. Они ее свободно приняли, потому что у них запах. И пчелы сохранили свои генетические свойства. Это сестры, которые не развелись в маток, рабочие пчелы. И они запросто воспринимают свою старую матку. Такой закон пчелиный. Действуя по этому закону пчелиному, мы можем запросто запустить старую матку, которую мы отставили назад в эту семью. Но чтобы они не убили друг друга, они находятся через разделительную решетку. По этому закону можно действовать в любой семье содержать две матки. В любой семье содержать две матки. Как вы это делаете? Еще раз повторяю. Забираете матку с семьи. Семья обезматочена. Через 2-3 часа подставляете или маточник, или плодную матку, или неплодную матку, закрытую под колпачком. Где мой колпачок? Делся. Вот он. Где-то я его делал. Вот он. Накрываете неплодную матку колпачком, как я показывал в предыдущих видео. И вместе с пчелами, с рамкой, подставляете на первый этаж. Через 3 дня они ее воспримут, выпустят эту неплодную матку. Когда вы снимете колпачок, они примут. Эта неплодная матка оплодотворится, начнет сеять. Как она начала сеять, они ее хорошо восприняли. Вы ставите назад, с нуклеуса, рамочку с пчелами, с расплодом старую, которую вы брали до этого, на второй этаж. Пчелы 100% принимают, потому что эта матка и пчелы в течение, допустим, 10-15 дней, пока оплодотворилась новая матка, они не забыли запах. Они восприняли ту новую матку, потому что молодая матка всегда лучше. Но и старую матку, которая здесь была, может, она на месяц раньше была оплодотворена. Они тоже воспринимают. Таким образом продолжают сеять и в втором корпусе, и на первом корпусе. Вы можете содержать две матки таким образом в каждой семье. Спокойно, просто, гарантированно. Сейчас я вам покажу, что здесь находятся две матки. Вот. Немножко дымнем, чтобы они успокоились. И попробуем посмотреть, что у нас тут есть. Есть ли у нас тут две матки или нет? Это рамочка. Да, засевчик есть. Вот здесь вот маленький засевчик яички. И рамочка боковая, где сеет матка. Ну, мы ее временно отставим, чтобы она не мешала. Вот сюда поставим. Не на землю, а у меня отдельно специально такой ящичек стоит, куда ставлю. Вот. Смотрим дальше. Сеет ли тут матка? Это та матка, которую я вернул. Посмотрите, пожалуйста, расплод. Видите? Вот. Вот таким образом расплодик на втором этаже. Закругленный. Неплохой расплодик на втором этаже. Вот. Посмотрим дальше. Есть ли тут матка? Вот это червячки. Пожалуйста, посмотрите червячки. Видно червячки? Вот, приблизь. Полукругом идет это самое. Медок, напрыск, червячки. Приглядывайся. Видно, да? Угу. Отлично. И с этой стороны червячки, пожалуйста, посмотрите. Вот видно, да? Очень хорошие червячки. Большие, жирные. Тут они залили напряжком вокруг, чтобы все было нормально. Итак, смотрим дальше. Куда же эта маточка побежала? Здесь я ее не вижу. Возможно, что она куда-то побежала. Мы немножко дымнули. Ну, поглядим. Может, она сбежала еще куда-то? Основная масса пчел на первом этаже. Вот. Потому что там основное гнездо. Здесь, на втором этаже. Вот она маточка. Вот, пожалуйста. Вот она. Видите? Видите маточка? Это маточка старая, которая здесь была. Я ее поднял на второй этаж. С немногими рамками, как говорится. Это у меня отводок был. Поэтому экспериментирую. Я экспериментировал на отводке. Поэтому основная масса пчел внизу. Итак, это старая... Они ее восприняли назад хорошо. Итак, что я делаю? Снимаем этот второй корпус. Ставим и смотрим дальше. Что у нас на первом этаже творится? Я специально показываю, чтобы вы знали, что здесь он разделен только разделительной решеткой, как говорится. Струсиваем пчел. Поддымим их немножко, чтобы они, так сказать, спокойно себя вели. И смотрим, что у нас тут творится на первом этаже. Сейчас я попробую их найти маточку здесь. Как она тут сеет и прочие варианты. Итак, как видите, семью я еще не осматривал. Вернее, осматривал, но вперед, как говорится. Это вот пыльца, пыльцевая, напрыск. Как видите, желтенькая пыльца, крайняя, кроющая. С этой стороны я не вижу засева. Потому что... Да, здесь еще нет засева, потому что это уже дальше идет от гнезда. Ей хватает засева здесь. Это молодая семья. Вот матка начала только сеять. Сейчас мы поглядим, что она тут вытворяет. Вот расплодик есть. Засел. Вот с одной стороны. С другой стороны засевчик. Как видите, есть червячки вот тут вот есть. Я вижу тут сверху напрыск. Вот. Смотрим дальше. Это я для практики, чтобы показать, что можно содержать две семьи. Тут то же самое. Засевчик идет дальше. Вот. Запросто можно содержать 200 семьи. Вот. Вот, пожалуйста, тут яички. Может видно яички? Может приблизить, посмотреть. Видно, да? Яички вот это я говорю. Ну, мы сейчас дальше перейдем. Очень плохо. Ну, ничего. Мы сейчас расплодик покажем. Матки не вижу. Сейчас мы ее найдем. Сейчас жара. Пчелы держат в гнезде нормальное количество пчел. Вот, пожалуйста, расплодик. Пожалуйста, видите? Вот, пожалуйста, червячки. Видите червячки? Приблизь червячки сбоку. Вот эти вот сверху сбоку червячки. Видишь? Видно, да? Угу. Хорошие червячки по кругу. Вот по кругу медок. Вот. И с этой стороны расплодик. Вот видите червячки. Это вторая матка. Это третья рамочка. Она набирает оборот. Молодая матка набирает оборот, чтобы сеять, как говорится. Вот. Сейчас постараемся найти ее. Я видел, она тут бегала. Ну, раз есть яички и червячки, то матка должна быть. Вот, пожалуйста. Червячки, пожалуйста. Вот, видишь? Вот засел. Червячки вот везде. Вот. И запечатаны. Вот. Здесь вот тоже червячки. Вот. Вот и по краям червячки видно хорошо, что она начала оборот набирает. И неплохо сеет. Мне нравятся хорошие червячки. Вот. По краям медок. Откуда эта матка? Она... Я подставил маточник свой. И она вывелась здесь. Когда забрал матку, верхнюю матку я забирал, то она вывелась здесь. Через два часа я подставил маточник, когда забрал матку. И в итоге они ее восприняли. И она начала сеять здесь. Это молодая пчела. Это я подставил ту рамочку, которая у меня была под рукой, как говорится. Смотрю матку. Не вижу. Возможно, что она где-то там рванула на низ. Вот. Итак, мы поднимели. Она сбежала на крайнюю медовую рамочку. Вот она, маточка. Видите? Вот она на первом этаже, маточка бегает. Вот она. Вот она побежала. Она засеяла несколько. Это ту, что я подставлял с маточником. Желтенькая. Это итальянская маточка. Итак, она сеет на первом этаже. А ту матку, которую я, так сказать, поставил на второй этаж. Итак, первый этаж мы закрываем, чтобы там маточка бегала так, которая попозже у нас оплодотворилась, как я уже рассказывал. На второй этаж мы ставим, так сказать, другую маточку, которая старая вернулась. Вот. Здесь ее нема. Вот. Там ее просто струсим. Она здесь бегает. Здесь просто закрываем. Вот. Ставим на место все. Итак, друзья. При желании вы запросто можете сделать очень просто. Две матки в вашей семье будут работать. И особенно это хорошо, когда медосбор в середине лета. Пчелы летные улетели. Заняты своими работами. А основная масса пчел, которые в гнезде, это гнездовые молодые пчелы. И им не до новых маток. Они менее агрессивны в этот момент. Так что пробуйте, экспериментируйте. Попробуйте. Получится. Это очень хорошее видео для того, чтобы содержать две матки в каждой семье. Любым способом можете подставить. Забираете матку старую. Подставляете. То ли маточник. То ли молодую неплодную матку в клеточке закрытую. Дня 3-4 держите, когда забрали старую матку. То ли новую покупную матку плодную ставите в первый корпус. А когда она начинает сеять, ее принимают, возвращаете с нуклеуса пару рамочек с расплодом, со старой пчелой. И с матками ставите сюда. Биться не будут, драться не будут. Потому что пчела старая. Она возвращается назад в свое гнездо. У них один запах. И они быстро воспринимают старую матку. Это свойство пчелинного закона. Это каждый пчеловек должен знать. Если вы отставили старую матку и вас новую не восприняли, то вы стараетесь ее не убивать. Вы можете в любой момент ее вернуть. И таким образом вы будете поддерживать жизнедеятельность ваших семей. Или в две матки, или в одну матку. Если у вас не вернулась матка после оплодотворения. Такое бывает. Итак, удачи вам. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до встречи. Задавайте вопросы. Снизу можете посмотреть страничку.